В знойную погоду просто не обойтись без сосуда с водой. Именно так с латыни приводится гортензия. И действительно, сейчас многие садоводы стараются украсить свои участки этим ярким представителем флоры. Как вырастить красивый кустарник в условиях жары, расскажет наш эксперт Вера Глухова. Здравствуйте, дорогие друзья! Начинается самое красивое время в саду. Зацветают гортензии. Их более сотни сортов. А в нашем садовом центре 86 сортов гортензий. Из них 48 сортов мы выращиваем сами, в собственном питомнике. Сегодня я хочу вас познакомить с тремя сортами гортензии. Самыми первыми в саду зацветает гортензия метельчатая Дентель де Гарон. Посмотрите, какие крупные соцветия. Ажурные, легкие, воздушные. Полностью цвет еще не раскрылся. Чуть-чуть зеленоватые. И скоро, через неделю, буквально гортензия станет кипельно-белым. Еще особенность этой гортензии. После того, как она цвела, нужно обрезать соцветия кисти вот эти. И гортензия зацветет где-то в конце августа второй раз. Снова белоснежными шапками. Посмотрите, почему же такое огромное соцветие, или мы называем кисть, этой гортензии. Потому что мы сделали очень низкую обрезку. Чем ниже делаешь обрезку гортензий, чем крупнее вот это соцветие. А это древовидные гортензии. Это уже известный всем сорт аннабель. И посмотрите, какие у них шапки. И самое главное, они начинают цвести вот в конце июня. И цветут практически до конца сезона. После того, как отцветут, можно, в принципе, срезать. Вот так вот шапку убрать. И гортензия еще снова будет цвести. А это рубианабель. Это настоящий цвет. То есть это не покрашенные растения. Эти гортензии, они меняют свой цвет. И до конца сезона они будут радовать вас своим цветением именно такой расцветкой. Каждую неделю мы вам будем показывать разные сорта гортензий. Но правила для всех одни. Сажаем в кислую почву. Обильный полив. Ведь гортензия – это гидронгея, сосуд с водой. То есть они любят очень воду. Так как сейчас на улице очень жарко, гортензии в саду нужно будет поливать ежедневно. И, конечно, подкармливать. Так как питательные вещества вместе с поливом, вместе с водой уходят. И даем сейчас больше калия и магния и микроэлементов. Азота, чтобы было поменьше. То есть нам не нужна листва. Нам нужно, чтобы растения цвели дольше. Еще есть гортензии крупнолистные. Такими шапками голубыми, розовыми, белыми цветут в течение всего сезона. И цветут на приростах первого года. Часто спрашивают, можно ли поменять гортензию с розовой на голубой. Можно. Только крупнолистные гортензии. Если вы хотите увидеть голубые гортензии, каждую неделю нужно добавлять при поливе алюминиевой квасцы. И тогда вот эти розовые соцветия станут голубого цвета. Но если перестанете добавлять, они снова станут розовыми. Есть сорта крупнолистных гортензий с голубыми соцветиями. Об этом мы расскажем на следующей неделе.